Консультации от опытных экспортеров и неформальное общение с топовыми спикерами. В Магнитогорске состоялась масштабная бизнес-конференция под названием «Предолевая экспортные барьеры». Участие в ней приняли более 200 человек – действующих и потенциальных экспортеров. Более подробно о целях и задачах мероприятия в сюжете Евгении Салхудиновой. Круглый стол для экспортеров в Магнитогорске состоялся впервые на форум прибыли специалисты из Москвы, Оренбургской и Челябинской областей, соседнего Башкортостана и Казахстана. Масштабы мероприятия впечатляют. Эту конференцию уже назвали главным бизнес-событием Магнитогорска. Площадка объединила порядка 200 спикеров, топ-менеджеров, предпринимателей, действующих экспортеров и тех, кто только собирается выйти на зарубежный рынок. Главными учредителями встречи выступили Фонд развития предпринимательства Челябинской области, Территория бизнеса, а также Российский экспортный клуб. Организаторы назвали форум символично, преодолевая экспортные барьеры. Они постарались сделать эту встречу максимально полезной не только теоретически, но и практически. Наладить экспорт товаров и услуг для многих бизнесменов и по сей день остается непростой задачей. Сегодня очень много разных мер поддержки, как государственных, как и, в общем-то, негосударственных. Очень много разных инструментов, но люди об этом не знают. К сожалению, люди, особенно в маленьких городах, я так думаю, да и в больших, в том числе, закрытые. Вот моя миссия – это как раз-таки открывать. У нас сырьевая страна, у нас очень много возможностей. И я считаю, что надо только людей научить. Хорошие перспективы имеют все на сегодняшний день. У всех равные условия и достаточно низкая база. Поэтому в следующие пять лет все регионы, которые будут уделять внимание этому, несомненно, сильно вырастут в вопросах экспорта, в вопросах трансграничной торговли. На встрече говорили об инструментах продвижения продукции на зарубежные рынки, о мерах поддержки несырьевого экспорта, особенностях экспортной деятельности предприятий города Магнитогорска. Одним из активных участников форума стала Ксения Тинькова, заместитель руководителя проекта «Притяжение», инициированного председателем Совета директоров по ОММК Виктором Рашниковым. Презентация Ксении Валерьевны была о потенциальном экспорте услуг проекта и широких возможностях для предпринимателей. Напомним, проект «Притяжение» предусматривает создание и развитие городской среды совершенно нового качества, не имеющий аналогов Челябинской области. Его реализация позволит сконцентрировать магнитогорские современные образовательные, культурные, спортивные и медицинские объекты самого высокого уровня. Проект «Притяжение» предусматривает строительство объектов недвижимости мирового масштаба. Они будут достаточно крупными для того, чтобы привлекать туристов со всего мира. Мы планируем 6 миллионов посещений в год, и часть из этих посещений, естественно, будут приезжие. Вторая причина – мы очень заинтересованы в диалоге с предпринимателями города, области, страны, всего мира, для того, чтобы они могли использовать возможности нашего парка, работать с его посетителями, с тем трафик, который он будет генерировать. Также в рамках конференции состоялась так называемая биржа контактов, главное предназначение которой – дать возможность участникам встречи найти новые каноны сбыта, расширить бизнес и укрепить позиции на рынке. В заключении гостей конференции ждали консультации от опытных экспортеров. Хедлайнером события стал руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров при Российско-Китайской палате эксперт Московской школы экспортера Валерий Кыгородов. Он поделился своими секретами ведения успешной торговли с зарубежными странами в мастер-классе под названием «Что первично? Маркетинг или продажи?». Многие, когда слышат маркетинг, сразу думают о том, что это реклама. Нет, маркетинг – это понятие рынка. Сначала нужно понять его, что там вообще люди едят, как они едят, какая регуляторика, какие документы понадобятся, какая цена логистики будет. То есть эти занудные, такие скучные вопросы, да, они должны быть проработаны до того, как все едут на выставку, презентуют что-то китайцам, китайцы что-то пробуют, они возвращаются наши домой, говорят, ой, все, у нас, значит, были и китайцы, и улыбались, и ели. И ничего не происходит, потому что наша подготовка домашняя, она отсутствует. Начинающие опытные бизнесмены вывели для себя главную формулу успеха. Двигаться к результату нужно уверенно, но постепенно. Любой экспортный рынок – это череда методичных шагов. Самое главное в этом деле – начать работать в нужном направлении, и тогда все обязательно получится. Евгения Солхудинова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Молод 당연щин!